Угличское муниципальное предприятие Турцентр недавно отметил свой день рождения. В честь пятилетия со дня создания состоялась презентация новой программы под названием «Вечера на хуторе Блис Углича». Основа развития любого города – это инвестиционная привлекательность. Именно вот это легло в основу при разработке программы стратегического развития туризма в нашем городе. Эта программа была разработана нашей администрацией совместно с московскими специалистами. Как и полагается по старому русскому обычаю, гостей встречали хлебом, солью и веселыми песнями. После приветствия специалистов в выставочном зале Дворца культуры и осмотра работ известной угличской мастерицы Валентины Максимовой, всех ждала обзорная экскурсия по особнякам города Углич-Скупеческий. Наш город всегда привлекал внимание туристов благодаря богатому архитектурному и историческому наследию. Теперь у нас в Угличе несколько музеев. Ну и самое главное, конечно, это историко-художественные музеи. Кроме того, у нас есть музей мифов и суеверий русского народа, музей колокольных звонов, музей библиотека русской водки. И наше предприятие готовит сейчас проект создания музея-салона истории русского костюма и народных промыслов. Кроме того, в здании бывших торговых рядов в конце месяца будет открыт гостиный двор с трехзвездной гостиницей, с сетью магазинов и рестораном. Проведена реконструкция ресторана «Старый город». Скоро, в будущем году, будет построена новая гостиница на набережной Волги московскими инвесторами. Сейчас реконструируется бывший дом Переславцевых. Там будет находиться трактир, воссоздающий интерьер купеческого особняка прошлого века. Все работники турцентра имеют высшее образование или, по крайней мере, заканчивают высшие учебные заведения, владеют не одной специальностью, а также имеют музыкальное образование. Это предприятие постоянно работает над новыми формами привлечения туристов, готовит различные развлекательные программы, такие как «Самовары русской печки», «Русская баня», одна из последних программ «Вечера на хуторе Близуглича», проходившая в сосновом бару на берегу Волги. Ужин на природе, веселые имитации, соревнования и розыгрыши, прощальная песня и тост на пасашок пробудили у всех только одно желание – встретиться снова.